Здравствуйте, уважаемые родители! Мы вновь на нашем канале, и я хочу продолжить разговор по поводу инфекционных заболеваний. И сегодня мы поговорим о заболеваниях достаточно своеобразных. Очень важно, чтобы вы разобрались в путях передачи, возможности заражения, лечения таких проблем, которые связаны с поражением печени. Речь пойдет о гепатитах. Здесь очень важно понять разницу в лечении, в заражении, в тактике нахождения рядом с больным тем или иной формы гепатита. Итак, все гепатиты, то есть заболевания, связанные с поражением печени, воспалительные процессы, называются вирусами. И вирусы гепатита делятся на две группы. В первой группе относится вирус гепатита А. Это кишечные заболевания. Вот здесь очень важно понимать следующее. Вирус гепатита А – это вирус, который передается через рот. То есть, чтобы заболеть гепатитом А, вирус нужно съесть. И попадает он в организм здорового человека через, ну, скажем так, продукты выделения больного или носителя. Это может быть слюна, не та, которая во рту, а вот та, которая появляется как бы из глубины в виде там какой-то отрыжки и так далее. Ну, и каким-то образом попадающие на руки или на предметы быта выделение из излучно-кишечного тракта больного или носителя, если это попадает в рот здорового человека, то он заболевает. Обычно это случается при уходе матери за больным ребенком или, скажем, близким родственником, членом семьи. Чаще всего это происходит вот благодаря незнанию или нарушению элементарных гигиенических норм. Вирус гепатита А, попадая в организм человека, он постепенно добирается до клеток печени и там начинает благоприятно существовать, поражая одну клетку печени за другой. Современные методы лечения вируса гепатита А достаточно эффективны. Суть сводится к тому, что группа клеток, пораженная вирусом, она блокируется и лишает возможности вируса перепрыгивать на здоровую клетку. Таким образом, уничтожив определенную группу клеток печени, вирус погибает, собственно говоря, с этими клетками и таким образом не распространяется дальше. Клетки печени довольно быстро восстанавливаются и человек выздоравливает. Этот процесс происходит где-то в течение 30-35 дней. При этом вирус гепатита А оставляет о себе память на лимфоцитах, так называемые антитела, которые при попадании в кровь здорового человека могут спровоцировать развитие заболевания. Или носительство. Поэтому кровь человека, перенесшего гепатит в течение жизни, не может быть перелита кому-нибудь другому. Вот это как бы тоже вы должны знать. И, в общем-то, иногда бывает необходимость переливания крови, скажем, от папы к ребенку. Суппадает группа и резус-фактор, но папа болел гепатитом, этот кровь переливать ни в коем случае нельзя, как бы это срочно не было необходимо. Значит, это мы говорим о гепатите А. Он, в общем-то, заболевание, хоть и достаточно тяжелое, проявляется оно клинически. Ну, часто начинается как банальное респираторное заболевание, немножко повышается температура, немножко какая-то слабость, интоксикация, какие-то боли в завоте неопределенные. Все это, в общем-то, обычно, но это не проходит в течение нескольких дней. Это не, в общем-то, не исчезает, не под воздействием никаких лекарств, а симптомы только нарастают. На четвертый-пятый день, ну, скажем, где-то в 75, наверное, процентах заболевших начинают желтеть склеры глаз, белки и кожа. Может быть, желтые слизистые языка, слизистые щеки изнутри, губ. Это так называемая желтушная форма гепатита А, но она бывает не всегда. Вот это тоже такой вариант обманчивый, потому что думают, что раз нет желтухи, нет гепатита. Это ошибочное мнение, и где-то в 25% заболевших практикают так называемые безжелтушные формы. Гепатит есть, а желтухи нет. Почему желтуха возникает? Потому что разрушаются клетки печени, и в кровь вбрасывается большое количество так называемых желчных кислот, которые и являются диагностическим фактором определения гепатита. Сдается биохимический анализ крови, и в нем количество так называемых трансаминаз, это желчные аминокислоты, они резко возрастают. И вот по этому показателю ставится диагноз гепатит практически безошибочно. Поэтому если был контакт или даже не было контакта, а вот такое вялое текущее заболевание протекает, ребенок плохо ест, ребенок какой-то становится вялый, непонятные причины, что же вот это, то нужно сдать биохимический анализ крови, и будет понятно. Даже с точки зрения диагностики, даже если это не подтвердится, гепатит всегда нужно исключать, потому что это заболевание, требующее определенного особого лечения, именно препаратами, которые помогают избавиться от вируса, ну и определенная диета, щадящая для клеток печени, чтобы печень быстрее восстановилась. Ну и соответственно эпидемический режим должен быть, этот ребенок не должен контактировать даже через игрушки и так далее, со здоровыми, все потом должно быть тщательно продезинфицировано, тщательно вымыто, облено кипятком, простерилизовано. То есть все, вирус гепатита может жить в среде воздушной, водной, очень любят водную среду, поэтому излечение гепатита не говорит о том, что невозможно заразиться. Вирус может присутствовать на игрушках, на белье, на посуде, поэтому все это требует достаточно хорошего стерилизации, кипячения с добавлением компонентов хлора, то есть каких-то вот, ну скажем, моющих средств, хлоросодержащих, вот в этом нужно прокипятить, тогда есть вероятность избавления от вируса гепатита А. Другая группа гепатитов, вернее вирусов гепатита, это гепатит группы, это вернее группы, которые передаются и работают совершенно по-другому. Это гепатиты В и С, это гепатиты, которые передаются через кровь только. Что это значит? Это значит, что больной или носитель должен иметь какую-то открытую ранку, и открытую ранку должен иметь здоровую. Вот если эти две ранки соприкасаются каким-то образом, то человек заболеет. Практически стопроцентная вероятность заболевания. По такому же принципу передается вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание СПИД. И вот здесь тоже надо быть, с одной стороны, внимательным, с другой стороны, ну как бы не устраивать вот какие-то жуткие фобии. Потому что часто спрашивают, передается ли гепатит В и С через рукопожатие, через поцелуи, через какой-то другой контакт. Просто так не передается. Только если соприкасаются поверхности. Ну вот, скажем, для наглядности, чтобы заразиться гепатитом В или С при поцелуе, нужно друг друга покусать, обязательно друг друга, чтобы кровь была прокушена, там, скажем, губа у здорового, и губа прокушена была у больного. Вот тогда человек заболеет. При обратном случае заражение невозможно. Поэтому будьте осторожны в определенных, при определенных манипуляциях, в которых используются, ну скажем так, неодноразовые инструменты. В частности, маникюр, педикюр вот делают, да, мы очень любят, но, скажем, ранка, которую можно получить при этой процедуре, остается кровь на инструменте, и при ранке, которую получает здоровый человек, он заражается. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным и к этому относиться очень серьезно. Значит, вирусы гепатита В и С, они поражают клетки печени, но они там не живут, они живут в крови, разрушая лимфоциты. Поэтому люди, страдающие гепатитами В и С, погибают не от заболевания печени, они погибают от всего, чего угодно. От кашля, от поноса, от ангины, от насморка, от любой инфекции. Почему? Потому что разрушается полностью иммунитет, и организм не способен бороться. И, к сожалению, лечения от вируса гепатита В и С на сегодняшний день нет. Поэтому будьте особо внимательны. Прежде всего, на тех процедурах, на тех манипуляциях, которые могут вызвать повреждения кожи до капли крови. Допустим, стоматологи уже работают с одноразовыми инструментами. К сожалению, в кабинетах маникюра и педикюра пока такого нет. Но тем более будьте осторожны. Ну, иногда можно, особо кто такой щепетильный в этом вопросе, можете купить набор инструмента и ходить со своим набором на эти процедуры. Значит, это достаточно серьезно, и к этому надо относиться внимательно. Значит, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что вот сейчас спрашивают по поводу прививок от гепатита В, в частности, прививок от гепатита А. Но вот здесь вы делаете вывод из того, что я вам сказал. Возможность встречи с этим вирусом, возможность заражения вы должны оценить сами и, соответственно, принять меры защиты. Если вы боитесь, если вероятность соприкосновения с носителем или больным гепатита А, В и С велика, то надо прививаться. Если вы внимательны по отношению к своему ребенку, если вы все как бы контролируете, то остроты сделания этих прививок, в общем-то, нет. Поэтому, опять же, я ничего не рекомендую, я ничего вам не навязываю. Я вам объяснил ситуацию, а решение принимаете вы. И в зависимости от того, это прививка достаточно тяжелая, вакцина, ну, скажем, сравнительно новая. И последствия, в общем, реакции организма на прививку, они очень большой вероятностью могут быть. Поэтому оцените риски и сделайте выводы, собственно говоря, сами. Если возникнут вопросы, если хотите посоветоваться, возможность посоветоваться с нами у вас есть всегда, в любое время суток, обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем, подскажем и подумаем вместе с вами, что хорошо для вашего ребенка. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, берегите себя, до встречи в Новом году.